Вы думаете, что я читаю какое-то магическое заклинание? Нет, это всего лишь имена. И это означает, что мы переходим к новой книге. Наш сегодняшний автор – Лудовико Риоста и его бессмертное произведение – «Неистовый Роланд». На оригинале название звучит «Орландо Фуриоза». Роланд, Орландо, как вы видите, особенности перевода начинаются с первых строк. Уверен, что вы об этом романе ничего не слышали. Ну, так исторически сложилось, что передать потрясающий слог Лудовика и при этом не растеряв смысл – ой, как сложно. Поэтому будущим писателям на заметку. Если хотите, чтобы ваша книга стала мировым бестселлером, пишите так, чтобы вас было удобно переводить на все языки мира. Сам Александр Сергеевич немало научился у Риоста и говорят, что благодаря его влиянию Евгений Онегин получился таким ладным и легко читаемым. Так вот, нечто подобное и в «Неистовом Роланде», но не в переводе. На основании этой книги мы с вами разберем аж пять карт. А великий Гюстав Дере создал гравюр к этому произведению просто огромное множество. И я уверен, что многие писатели, поэты, да что уж там, и кинорежиссеры черпали идеи из «Неистового Роланда». О чем же, собственно, сама поэма? Роланд – это главный герой поэмы «Неистовый Роланд», который написал Лудовико Ариоста. Он был, в смысле, Роланд, племянником Карла Великого и одним из его двенадцати пэров. Роланд получил прозвище «Неистовый», так как был очень горяч и импульсивен. Он часто поддавался эмоциям и совершал безрассудные поступки. На протяжении всей поэмы Роланд гнался за Анжеликой, в которую был влюблен. Она не отвечала ему взаимностью и постоянно отвергала его ухаживание. В конце концов, Роланду не удалось добиться ее любви. Она вышла замуж за мавританского принца Медоро. Это полностью сломало Роланда. Отношения между ним и Анжеликой были сложными. С одной стороны, Роланд безумно любил ее, а с другой она его презирала и избегала произведения. «Неистовый Роланд» относится к эпической поэме, написанной итальянским поэтом Лудовико Риоста и впервые опубликованной в 1516 году, то есть 508 лет тому назад. Неплохо, да? Это продолжение незаконченной романтической поэмы, которую написал Маттео Мари Боярдо. И называется она «Орландо инна Мурато. Влюбленный Орландо». Орландо Фуриоза, или он же «Неистовый Роланд» – ключевой текст итальянского возрождения, известный своим ярким повествованием, персонажами и сочетанием мифологии, фэнтези и исторических событий. Ну что же, давайте ознакомиться с нашим сегодняшним Арканом. «В трудных думах, понапрасну, бродит он туда-сюда, а ему навстречу Ферагус и Градас и Брандимарт и Сокрипант так же мечутся то вверх, то вниз по лестницам, так же попусту, и клянут коварство неизримого властителя тех мест». Это слова, непосредственно описывающие события, изображенные на Аркане. Стоит сказать, что девушку никто не видит, она лишь как призрак манит их и зовет тихим голосом. Прочитав эти строки, мы понимаем, что здесь нет классической сцены битвы, как на Аркане из колоды Уэйта. Но позвольте добавить контекст. Все эти странные имена – это имена благородных рыцарей. Все эти рыцари не случайно там оказались. Они сейчас в заколдованном замке, каждый со своей задачей. Кто-то, как и Роланд, в поисках своей возлюбленной, то есть Анжелики. Но все они в плену колдовства. И вроде бы каждый при деле, но на самом деле прошли уже месяцы и годы, а они все никак не могут найти выход. Мало того, они его даже и не ищут, потому что под влиянием колдовства занят каждый своим. Кстати, те, кто рассматривают Арканы Торо как диагностический инструмент для выявления негатива, в частности, магического, знают, что мечевые карты показывают малоприятные вещи. И пятерка мечей по Уэйту может означать наличие сущностей или что человека словно отдали этим сущностям на растерзание. А в колоде Доре данный аркан, можно сказать, напрямую показывает то же самое. Ну, потому что все эти рыцари уже длительное время околдованные, ходят в чертогах этого замка, как в омурочке, не понимая и не осознавая, что они так и не найдут никогда Анжелику. Так и закончится их жизнь. Но давайте вернемся к тому, что эти рыцари, как минимум часть из них, сражаются за руку и сердце прекрасной Анжелики. И хотя вот прям сейчас не показана сцена сражения, но там эти рыцари оказались как оппоненты и конкуренты за право получить надушенный жасмином платок из ручки прекрасной девушки, ради которой, можете не сомневаться, да и ПМ, кстати, это подтвердит, готовы отдать жизнь без раздумий. Какие ключевые слова подберем для пятерки мечей? Конфликт, поражение, разногласие и коварное поведение. Напоминаю вам о семи пунктах. Да, они по-прежнему не теряют своей актуальности. Это пункты, на основании которых мы можем проанализировать любой из арканов, даже из незнакомой колоды. Пункт первый. Я называю его внутри или снаружи. Пункт внутри и снаружи показывает, либо мы что-то делаем, тогда это наше внутреннее, или над нами что-то делают, тогда это внешнее. Пятерки мечей показывает две стороны конфликта. Победителя и побежденного, поверженного. Так вот, внутреннее – это когда мы сами даем слабину и позволяем одержать победу над собой. Зачастую в таком случае речь идет о внутренних конфликтах и слабостях. Это неспособность противостоять тому, с чем мы боремся. Внешнее же проявляется как угроза извне, когда кто-то конкретный или некие силы словно вызывают нас на дуэли и хотят испытать на прочность. В общем, как вы поняли, основное отличие состоит в том, от кого исходит инициатива – от нас, тогда это внутреннее, или от внешних обстоятельств, кем бы или чем бы они ни были представлены. Пункт номер два – до и после. Держите в голове аркан предшествующий и последующий в колоде. Четверка мечей и шестерка мечей. Понимание их роли поможет глубже осмыслить пятерку. Аркан четверка мечей показывает воина, который зализывает раны, анализирует произошедшее, чтобы снова не наступить на те же грабли. Его меч опущен, он сосредоточен на себе. Он еще помнит ту тяжелую тройку мечей и хочет переболеть эту ситуацию. А что, если ему это не удастся сделать? Тогда он попадает в пятерку, где становится жертвой и подвергается нападению. И снова его испытывают на прочность. Устоит ли он? Усвоил ли урок из тройки мечей? И достаточно ли времени провел в четверке? Если так, то это последнее испытание, и он выйдет благородно из пятерки. Если же урок не усвоен, то он, как проигравший и опозоренный, будет убегать из этой ситуации. Так мы оказываемся в шестерке, которая показывает бегство. Куда непонятно. Лишь бы куда-то. Смысл вы поняли. Два соседних аркана помогают полнее раскрыть суть рассматриваемой карты. Третий пункт. Статика или динамика? Ну, это очевидно. Что классика Уэйта, что карта из колоды Дере очень динамичны. Все об этом говорит. Бегущие рыцари в разные стороны. Сам контекст истории, из которой мы знаем, что парни мечутся по дому, заглядывая в каждую комнату. У Уэйта картина повторяется. Конфликт в разгаре, бой проигран, вот эти вот быстрые облака и неутихшие страсти. А следовательно, динамика предвещает быстрое развитие событий или ощущение такого накала ситуации. Четвертое. Буквальное прочтение. Буквальное прочтение очень часто может выручить, особенно когда вопрос не предполагает такого глубокого раскрытия, а скорее плоский ответ, типа да-нет. Тогда, чаще всего, мы читаем карты оракульно, то есть обращаем внимание не на смысл карты и что стоит за образом, а на то, что изображено непосредственно. Пятерка мечей из колоды Дере показывает также две стороны спора. Два бегущих воина, которые словно уходят от конфликта, а девушка тут как предмет разногласия между ними. Но получается, что она не достается никому. На этом аркане оба убегают, и так никто ее не завоевал. Кстати, и в самой поэме так и происходит. Она вышла замуж за другого. Пятое. Символика. Обращайте на нее всегда внимание. Ищите скрытые подсказки и запоминайте их. Они будут для вас словно ключики, открывающие потайные двери в более глубокий смысл карты. У Уайта это и вот эти вот фактурные облака, и выражение лица воина, который на переднем плане. И то, что у него три своих меча, не считая тех двух, что он отомрал. То есть он играл нечестно. И отвернутые от конфликта двое других, и многое-многое другое. Впрочем, на Уайтовской карте мы в этом цикле лекций внимание особо не заостряем, а лишь сопоставляем. А вот на карте из колоды Дере, как таковой, символики нет. Традиционно пока не сложилось. Но сама история, написанная Ариоста, помогает понять аркан глубже. И мы просто вспоминаем поэму, заколдованный замок, вот этих вот бегающих рыцарей, и что они соперники друг к другу, но так никто и не победил. Шестое. Масть карты или знак зодиака. Конечно же, смотрим на масть карты или зодиакальный дом, который стоит за арканом. В данном случае это стихия воздух, то есть разум, холодность, расчет, спокойствие, эмоции или импульсивность нужно вынести за скобки. А если же говорить об астрологических соответствиях, то это уран, это водолей и это одиннадцатый зодиакальный дом. Почему уран? Потому что уран символизирует внезапные перемены, бунт и разрушение, так называемые кризис среднего возраста, кстати, наступающие после 40, обычно в 40-42-45 лет, связывают с тем, что уран проявляет свое активное влияние на человека. Он словно разрушает стены и, так можно сказать, встряхивает человека, буквально окуна его в потоке информации, что и во внешнем мире, ну то есть физическом, его поведение и взгляды меняются, а внутри человека происходит борьба, подобная той, что изображена на пятерке мечей. Почему водолей? Потому что водолей ассоциируется с независимым мышлением, гуманизмом и отстраненностью. Служение высшей цели. И люди для него не берутся в расчет. Почему одиннадцатый дом? Потому что одиннадцатый дом управляет дружбой, социальными группами, надеждами и желаниями. Его часто считают домом радикального мышления, социальных реформ. То есть, как вы видите, и уран, и водолей, и одиннадцатый дом оказывают на жизнь человека такое же влияние, как и сцена на карте. То есть, происходит словно битва, словно сражение. Седьмой пункт. Магия числа. Число пять в магии связано с защитой и потенциальными возможностями. По фэншуй, размещение пяти медных монет приносит финансовую удачу и процветание. Второ. Пятая карта старших арканов. Иерафант, олицетворяющая мудрость и новые перспективы. Пятиконечная звезда или пентаграмма. Магический символ, используемый для защиты и концентрации энергии. Все слышали о четырех стихиях, а пятую называют эфир. Также все слышали о пятом элементе, как о некой высшей точке материального мира. Число пять резонирует с энергией Меркурия, который управляет общением, путешествиями и разумом. В нумерологии число пять рассматривается как число перемен, свободы и приключений. Это приносит новый опыт и возможности. Энергия числа пять способствует прогрессу, трансформации и открытости новому. Находясь посередине между однозначными числами от единицы до девятки, пять – это число, которое показывает равновесие, потому что находится посередине. Число пять встречается в природе. У человека пять пальцев на руках и ногах, пять основных органов чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Цветы часто имеют пять лепестков, например, розы, гвоздики, лилии. У морских звезд пять лучей, расходящиеся от центра. Снежинки имеют пятикратную симметрию. Повторение числа пять в нашей жизни усиливает типичные качества перемен, свободы, баланса и гармонии с природой. Итак, запомните эти семь пунктов и пользуйтесь ими подобно шаблону анкеты при каждом знакомстве с арканом. А если вдруг в какой-то момент вы смотрите на расклад или на карты, не понимаете, с чего начать, то вспомните эти пункты или хотя бы один из них и дело сдвинется с мертвой точки. В конце концов, это поможет избежать грубых ошибок, как, например, забыть придать значение масти карты или не заметить динамику там, где она явно присутствует. А сейчас давайте подробнее посмотрим, как наша пятерка мечей отыгрывается в каждой из наших основных четырех сфер жизни. Наше саморазвитие, наша карьера, финансовая сфера и отношения. Отдельно поговорим о перевернутом значении карты, как оно затрагивает вот эти вот все сферы нашей жизни. Так, первое. Саморазвитие. Давайте посмотрим, как пятерка мечей отыгрывается в раскладах на саморазвитии человека. Первое. Что мы можем делать на практике? Пятерка мечей в саморазвитии символизирует прежде всего внутренний конфликт, поражение и неуверенности в себе. Первое. Чтобы проработать смысл по этой карте, первое. Определите области неуверенности в себе и негативные разговоры с самим собой. Бросьте, словно вызов, вот этим вот ограничивающим убеждением о себе. Второе. Не убегайте от страхов и конфликтов внутри себя, а наоборот. Займитесь внутренней борьбой. Третье. Не бойтесь проиграть. Это может подрезать вам крылья, а потому учитесь на неудачах. С какими трудностями мы можем столкнуться на пути самопознания по этому аркану, по пятерке мечей? Во-первых, мы можем вскрыть, мягко говоря, малоприятные истины о себе. Кого-то из нас это может пошатнуть или даже отпугнуть. Мол, ну, не лазил я туда и нечего начинать. Ну, растут у меня там волосы на спине, но ведь без зеркала их не видно. Вот и нечего мне их показывать. Какие-то моменты могут быть словно глубокая рана. К этому лучше быть готовым. Во-вторых, это прежний опыт, а мы все его заложники, а потому следует по возможности отпустить прежние наработки, если они создают условности для нас. Третья трудность – это, конечно же, уязвленное эго. Потому что признание ошибок и принятие ответственности 100% будет его задевать. Четвертое препятствие – придется выходить из зоны комфорта. Потому что реальный рост, он выталкивает нас за его пределы. Ну и пятое, но не менее значимое – мы должны воплощать изменения, а не просто понимать, как надо. То есть потребуется регулярная работа над собой. Это не разовая акция. Третья сфера в саморазвитии. Вот еще несколько советов, которые раскрывают пятерку мечей на этом пути. Первое. Вы должны понимать, что на вашем пути неизбежно будут поражения. 100%. А потому заранее примите эту реальность. Что будет внутренний конфликт и будут поражения. Помните, что вы бежите длинную дистанцию. А потому проиграть один бой из пяти не стыдно. Поэтому исключите завышенные ожидания. Второе. Поразмыслите над тем, что ваша проблема, ваша рана или трудность – это возможность для роста. Это способ проработки чего-то более значимого, чем сама эта рана. Третье. Не сравнивайте себя с другими. Сравнивайте себя с самим собой. Но вчерашним. Так вы избежите необъективности и лишних недостижимых целей. Четвертое. Для совсем прошаренных можно сказать, что не стоит отождествлять себя со своими мыслями. Вы – это не равно вашей мысли. Вы – это ваши поступки. Поэтому конечные решения в этой борьбе за вами. И какой внутренний диалог при этом состоится, порой неважно, если достигнут результат. Пятое. Простите себя и других. Отпустите обиды. Если не получается это сделать наедине с собой, обратитесь к другому человеку. Можно к обидчику, но в спокойной манере. Если такой возможности нет, то к другому человеку. В какой-то момент вы сами себя можете словить на негативном внутреннем диалоге. Не пугайтесь, а поработайте с этим. Перестройте его основу. Перефразируйте в позитивном ключе. Например, мысли о том, что вам трудно налаживать коммуникацию с близкими. Хотелось бы, чтобы отношения были более доверительными. Но временами вы начинаете думать, что во всем виновата вторая сторона. Вот если бы он или она были более чуткими, то давно бы поняли, что инициатива должна исходить от них. Ведь он старше, мудрее, опытнее, лучше. Тут у каждого свой вариант. А с другой стороны, почему я вообще должна этим париться? Слышишь, тоже дурочку нашел. И вот в какой-то момент вы понимаете, что ваш внутренний диалог, вот он скатился в обвинение. Пусть даже и обоснованное, но совершенно неконструктивное. Потому что они никак не помогают. Так вот, уловите вот этот вот внутренний негативный диалог и перефразируйте его в позитивном ключе. Не запугивайте себя. А также на этом трудном, но благородном пути саморазвития, праздниче, маленькие победы и прогресс. Не стоит недооценивать свои усилия. Каждый маленький шажок стоит больших усилий и стоит награды и внутренней похвалы. Я вырос в довольно-таки зажатой семье, где открыто выражать свои эмоции, я имею в виду положительные, а не крик, было признаком то ли дурного тона, то ли слабости. А потому свои 35 лет мне было очень трудно впервые сказать своему папе, что я его люблю и ценю все, что он сделал и делает для меня. Трудно, потому что до этих пор я такого никогда не делал. Трудно, потому что не было видимых причин, никто не умирал, не болел, не сел в тюрьму, не переезжал в другую страну. Это был обычный день. Но незадолго до этого была внутренняя адская работа над собой. Я знаю, что могу показаться смешным и мой подвиг для вас не подвиг. Я вас априори уважаю, мне, простите, плевать, потому что для меня это подвиг. И еще помните, что саморазвитие это не точка, это путь. А потому продолжайте идти. Это тоже трудно. С тех пор я ни разу вот уже за 4 года не сказал снова, что я его люблю. А зачем? Ведь он и сам знает, правда? Путь саморазвития требует мужества и настойчивости. Вторая сфера. Карьера. Как пятерка мечей отражается в рабочих и карьерных вопросах? Первое. Например, если речь идет о поиске новой работы, то это может указывать на некоторые проблемы или конфликты, которые ждут человека при этом. Возможно, существует большая конкуренция за вот эту вот желаемую работу. Или прям кого-то наметили на эту должность, и вам придется побороться. Не переживайте. Ведь это своего рода не только предупреждение, но и совет. А потому приготовьтесь действительно проявить себя, чтобы получить желаемую должность. С другой стороны, при поиске новой работы, если вы уже потерпели неудачу, то не позволяйте этому небольшому проигрышу обескуражить вас или сломать. Продолжайте быть упорным и настойчивым в поиске. А еще при поиске нового места, пятерка мечей может показать, что вам необходимо действовать по мечевому. То есть отключить эмоции, включить разум, логику и холодный расчет. Кстати сказать, в поэме Роланду удалось вырваться из тех пут колдовства благодаря именно этим качествам, а не этому безумному и глупому рысканию по комнатам замка. Второе. Следующий аспект в карьере по пятерке мечей касается текущей работы. Это у нас была новая, это текущая. А это может означать какой-то конфликт или борьбу на рабочем месте. Это могут быть офисные войны, разногласия с коллегами или руководством. По этому аркану вас могут подсидеть, и вы можете быть уволены. Также вас могут не признавать как достойного члена команды. Или ваши заслуги умоляются настолько, что вам словно нужно будет оголять свой меч, чтобы доказать обратное. Ну, скорее в виде защиты, потому что это карта все-таки не нападающего, а защищающегося человека. Как совет или предостережение, пятерка советует избегать участия в мелких спорах, сплетнях, предательстве. Оставайтесь профессионалом и станьте выше всей этой ситуации. Будьте благородны, как рыцарь, а не мелочны, как базарный торговец. Сосредоточьтесь на том, чтобы выполнять свою работу как можно лучше, даже когда вы сталкиваетесь с трудностями, и ваши успехи не признают. А хотите несколько практических советов, которые может дать пятерка мечей в рабочих вопросах? Да, закричали зрители. Ну что ж, получайте. Первое. Не увлекайтесь офисной политикой или сплетнями, а сосредоточьтесь на своей работе. Второе. В конфликтах найдите беспроигрышные решения. Ищите общий язык, своего рода дипломатия. Третье. Полагайтесь на свои способности. Четвертое. Если все же атмосфера стала токсичной, то ищите альтернативы, потому что ваши ценности выше этих конфликтов. Не стоит приносить их в жертву. Пятое. Столкнувшись с проблемами, сохраняйте профессионализм и хладнокровие. Третья сфера нашей жизни – финансы. В мире финансов пятерку мечей я разделил на несколько сфер. Первое. Например, вы обдумываете крупную покупку, ну скажем, дома, машины или другого ценного имущества. Эта карта покажет, что придется идти на жертвы. Или вы станете перед трудным выбором, чтобы позволить себе эту самую крупную покупку. Второе. Как финансовый советник, пятерка мечей может означать решение трудных денежных вопросов. Это может включать рекомендации по сокращению бюджета, увольнение сотрудников или попытки оставаться на финансовом плаву любой ценой и, скорее всего, за счет непопулярных решений. Третье. Пятерка мечей как предсказательный инструмент покажет, что грядут трудные времена и нужно будет идти на финансовые жертвы. Это может указывать на потенциальные убытки или на необходимость экономить. Потребуется тщательное планирование. Вспомнил библейскую историю про сон фараона и тучных и худых коров. Ему снилось, что семь худых коров вышли и сожрали семь тучных. Смысл сна таков. Сначала будет семь лет благоденствия, а за ними наступит семь лет бедствий, которые словно сожрут семь лет благоденствия. Иаков верно трактовал сон и, по его совету, в течение семи тучных лет делали необходимые запасы. В итоге это спасло жителей от смерти. Вот вам пятерка мечей в действии. Это поиск непопулярных решений, которые просто необходимы, чтобы сохранить положительный баланс. Четвертое. Насколько успешными будут инвестиции по пятерке мечей. Эта карта предупреждает о высоких рисках и потерях. Она предостерегает от инвестиций, особенно которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой, или имеют скрытые недостатки. Прежде чем инвестировать, пятерка мечей рекомендует провести тщательный аудит, обратиться за профессиональным советом и... Барабанная дробь. Диверсифицировать свои активы. Пятое. Какие подводные камни в финансовых вопросах таит в себе пятерка мечей? Могут быть рискованные инвестиции, плохие советы других или отсутствие прозрачности в денежных вопросах. Действуйте с особой осторожностью, чтобы избежать крупных потерь или финансовых махинаций. По пятерке мечей таковые могут проходить. Отношения. Пятерка мечей в отношениях поможет не только раскрыть суть происходящего в паре, но и дать ценные советы. Я здесь также выделил несколько ключевых моментов для отношений. Первое. Выпавшая пятерка мечей может указывать на то, что ваш клиент недавно пережил разрыв или расставание. Мало того, скорее всего были обиды и предательства. В таком случае карта советует восстановить свою личную силу и независимость, а не спешить вступать в новые отношения, словно перекрыть те старые плохие. Также для одиноких пятерка мечей может означать избегание отношений, из-за страха снова пострадать. Второе. Если у вас, вашего клиента, уже есть пара, то выпавшая пятерка мечей покажет, что один или оба партнера слишком конкурентны или агрессивны в отношениях. Необходимо больше компромисса и поиска точек соприкосновения. Или же, например, кто-то в паре может манипулировать или пытаться выиграть, вместо того, чтобы найти решение. То есть он хочет стать на передний план этой пятерки. Чтобы отношения процветали, эту динамику необходимо изменить. Третье. Что делать, если вы поссорились? Ну это очевидно. Прежде чем продолжить дискуссию, сделайте тайм-аут, перерыв, чтобы остыть. И вернитесь к вопросу, когда эмоции утихнут. Также постарайтесь увидеть точку зрения другого человека. Включите эмпатию, чего очень не хватает в пятерке. Вместо того, чтобы настаивать на своей правоте. Держите разногласия, сосредоточенными на проблеме. И не переходите на личности, потому что кроме обиды внутри, никакого конструктива не получится. Будьте готовы простить и двигаться вперед. Не держите обиду. А с другой стороны, как вот в этом всем таком многообразии, которое нам рассказывает пятерка мечей, не стать тряпкой в отношениях. Первое. Установите здоровые границы и убедитесь, что они соблюдаются. Не надо терпеть человека, который вас контролирует или ведет себя оскорбительно. Второе. У вас есть принципы. Так вот, не отказывайтесь от них. И не жертвуйте слишком многим, чтобы доставить удовольствие партнеру. Да, пятерка советует идти на компромисс. Но не теряйте свою индивидуальность. Третье. Говорите прямо, если чувствуете, что вами воспользовались. Или с вами плохо обошлись. Или вами манипулируют. Потому что молчание позволит продолжать плохое поведение. Помните, что напористость не равна агрессии. Вы можете быть твердым, не проявляя агрессию. Лучший совет от пятерки мечей в отношениях – это, что бы ни случалось, относитесь к партнеру с уважением. Даже во время разногласий. Будьте благородны, но честны перед ним и самим собой. Самое главное. Реверс. Стоит сказать, что на классике представлены две стороны – побежденный и проигравший. Так вот, исходим из того, что вопрошающий – это априори проигравшая сторона. А теперь давайте посмотрим, как перевернутая пятерка мечей может отыграться в разных сферах нашей жизни. Первое. В саморазвитии пятерка мечей указывает на преодоление неуверенности в себе и негатива. Вы начинаете осознавать свою значимость. В карьере во второй сфере перевернутая пятерка мечей может означать разрешение конфликтов и улучшение командной работы или сотрудничества. Или, например, вы преодолеваете соперничество или конкуренцию. Третье. В финансовых вопросах или вопросах инвестирования эта перевернутая карта предполагает более стратегический и менее импульсивный подход. Финансовые решения тщательно обдумываются и никто не действует опрометчиво. Четвертое. В отношениях реверс пятерки мечей показывает исцеление от прошлых обид и разногласий. Вы и ваш партнер лучше общаетесь и находите те самые точки соприкосновения. Как вы поняли, перевернутое значение несет позитив для Кверинда и означает выход за рамки конфликта, к большей гармонии, к сотрудничеству с другими. Остаются позади ревность, обиды, борьба за власть. Но я не устану повторять, как важны соседние карты и правильно заданный вопрос. Заключение. Пятерка мечей символизирует конфликт, разногласие и напряжение. Это означает сложную ситуацию, когда кто-то пытается победить любой ценой, даже если это создает дисгармонию. Возникает ощущение подлости, закулисного такого поведения или использования других в своих личных интересах. Поэтому я желаю вам действовать осторожно, чтобы избежать эскалации конфликта. По возможности руководствуйтесь разумом и не поддавайтесь на эмоциональные провокации. Не позволяйте вампирить вас. Постарайтесь принять вторую точку зрения. Но не забывайте о собственных принципах. Сохраняйте верность своим идеалам. Те, кто досмотрел до этих слов, предлагают присоединиться к телеграм-каналу. Ссылка будет в описании. В нем я стараюсь регулярно, порой даже ежедневно, публиковать небольшие посты для того, чтобы поддерживать дух терологов. Нас сейчас немного. Давайте приложим усилия и активно будем добавляться в группу. Станем с вами чуточку ближе. Я желаю вам развивать себя. Не убегайте от внутренних конфликтов и страхов. А если так случилось, что проиграли, то учитесь на поражениях. Помните, что проиграть одно сражение – это не проиграть битву всей жизни. Всем вам удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok